добрый день друзья мы снова здесь в этом месте которое называется красная или прекрасная поляна горный кластер сочи сегодня мы поговорим о социальном проекте звездный десант и с нами его основатель и вдохновитель злата чапурная здравствуйте здравствуйте рада с вами еще раз увидеться спасибо огромное скажите пожалуйста здоровый образ жизни вы к нему как-то с детства пришли или все-таки были какие-то мотивы которые побудили вас обратить на это более пристальное внимание конечно я была обычным человеком у меня не было каких-то особенностей в отношении здорового образа жизни а уже со временем после того как родился сын я начала обращать на себя внимание ну в первую очередь я хотела вернуться в хорошую физическую форму после родов сначала я ходила в тренажерный зал затем добавились уже оздоровительные банные процедуры и в один момент я даже выпускала натуральную косметику для бани для того чтобы оздоравливаться из всесторонне и снаружи далее прибавилось уже здоровое питание это вот так знаете как по крупицам сначала началось с одного и собиралась вот эта цепочка вся по каждому звену и уже в сознательном возрасте я подумала что жизнь может быть какой-то другой намного интереснее и с этого момента начались эти такие трансформации в моем сознании и в окружающей реальности потом это я все уже описала своем за способен но все по порядку вот и вот это это но да вот это вот мы о нем поговорим до способе полезно мое творение как раз таки мой жизненный опыт описаны как раз таки красочно с алюстрациями с наглядным примером и уже наверное 35 лет я поняла что нужно действительно кардинально менять свою жизнь я перестала есть мясо я перестала пить алкоголь и даже на праздники на новый год у нас перед на столе даже нет шампанского и вся семья за мной потянулась это как раз таки еще раз доказывает что личный пример намного эффективнее чем просто какие-то нравоучения со стороны все-таки вы в сознательном возрасте пришли даже достаточно взрослым человеком на самом деле тем не менее сейчас вы в одном из интервью говорили что неплохо бы ребенку вообще при рождении давать некую инструкцию по применению до в которой можно было бы описать как правильно что называется жить что с молодости да то есть немножко информировать людей с раннего возраста да об этом ну вот как раз таки зошпособен он называет инструкция по применению человеческого организма основой физической культуры здорового питания и духовно-нравственного развития я называю это три кита на которых держится счастливая полноценная здоровая жизнь еще раз повторите для наших зрителей три кита физическая культура здоровое питание и духовно-нравственное развитие прекрасно потому что я считаю даже если человек правильно питается занимается спортом но у него какие-то психологические проблемы трудности он может легко себе надумать какой-нибудь болезнь и на самом деле заболеть или наоборот человек духовно развивается но не занимается физически это тоже уже упущение поэтому все должно быть в гармонии и организм это такая многофункциональная идеально работающая система которая выходит из строя если убрать из нее какой-то один элемент нужно соблюдать все постулаты здорового образа жизни и тогда мы сможем с легкостью прожить 100 120 лет то есть теперь вы считаете что со школы начиная до нужно ввести какие-то правила здорового образа жизни на физкультуре мест не вместо а вместе с тем чтобы прыгать бегать до чтобы человек с молодости понимал там учился рассчитывать калории как-то так если да то вы пробовали лоббировать как-то на государственном уровне поведение но знаете с детьми мы уже занимаемся мы ездим в детский лагерь артек мы в проекте большая перемена проводим различные мотивационные встречи детям рассказываем как те или иные продукты влияют на сознание и вообще на физическое наше состояние поэтому я очень часто говорю об этом и в социальных сетях и на заседаниях в государственной думе так как я являюсь экспертом комитета госдумы по молодежной политики и наше направление как раз таки спорт физическая культура здоровый образ жизни в целом у меня даже идея запустить молодежный зож кафе это будет такие места притяжения детей людей которые стремятся к здоровым образу жизни единовышленник там будет не только продаваться вкусная здоровая правильно приготовленная еда но и будут организовываться различные активности зарядки в мастер-классы забеги какие-нибудь посвятительские да да ну и конечно же встречи с авторитетными экспертами которые будут делиться своим жизненным опытом у нас в москве был такой проект скультура со звездой это в рамках обычного урока физкультуру до приходил известный человек допустим александр легков или дмитрий булыкин и дмитрий труненков они проводили физкультуру с детьми вместо учителя по физкультуре это конечно же было незабываемое ощущение сначала ребята как-то очень осторожно к этому относились но уже под конец эти горящие глаза то что знаменитые успешный человек проводит с ними с обычные занятия их повергло наверное сначала в шок а затем они поняли что это же такие же обычные люди и каждый человек может добиться самое главное это стремление это желание и вера свои возможности это тоже я описываю в своем зож пособие потому что действительно когда ты понимаешь к чему ты стремишься ты понимаешь что тебе нужно делать и вот своим зож пособие я описываю так вот лестницу к идеальному образу жизни она состоит из 7 основополагающих ступеней давайте поговорим о ступени это ваше истинное желание изменить свою жизнь к лучшему как только вы это поняли нужно переходить на следующую ступень это действие любое не надо откладывать на условный понедельник а действует вот прямо в эту же секунду записать заметках позвонить кому-то рассказать о своей идее запустите во вселенную эту идею чтобы она уже начала там обрабатываться и прилететь обратно уже реализовываться третья ступень это позитивный настрой потому что оптимисты они более удачливы они боятся сложности а используют если такие бывают как инструмент для достижения какой-то своей цели мечты желания следующая ступень это режим сна обязательно почему я на этом акции акцентирую потому что сон во время сна у нас происходит регенерация наших внутренних органов мы восстанавливаемся даже если есть какие-то поломки в нашей биологической машине они за ночь регенерируется и почти здоровый человек просыпается утром поэтому так важно спать с 11 до 3 часов утра именно вот в этот период происходит вот это вот вот самый восстановительный период с 11 вечера до 3 часов утра не позволяет себе полуночничать да конечно но если вы хотите прошить здоровую счастливую и долгую жизнь это не значит что только четыре часа спать это значит что вот эти четыре часа отдай сну обязательно хорошо четвертая позиция 5 закаливание это стимулирование нашего иммунитета чтобы у нас была сопротивляемость организма каким-то инфекциям тоже все это проверено на себе я сначала обливалась холодной водой затем я окуналась пророк потом и я стала плавать в черном море осенью плавно это все перетекло в зиму и я перестала закрывать черноморский сезон то есть постепенно к этому нужно идти конечно но для того чтобы плавать в проруби я морально готовилась три года три сезона у меня были только разовые акции это на во время крещения да а потом я сделала это просто вот таким зимним ритуал ритуалом хотя бы раз в неделю я приходила прорубь прорубь моржам лавала но на самом деле это такие непередаваемые ощущения которые заменяют какие-то можно сказать слабости жизненные я сталкивался с этим но правда как бы после бани я знаю что в прорубь после бани или горная вода или купели это просто прекрасная прям вообще тело как будто бы омолаживается но тем не менее к этому нужно идти постепенно чтобы не простудиться хорошо закаливание следующее следующее это разнообразное правильное питание она должна быть каждый до каждый день разнообразные овощи фрукты если по каким-то причинам вы не употребляете животный белок обязательно его нужно заменять растительным бобовые чечевица горох фасоль грибы и шпинат орехи семечки чем больше тем лучше чтобы наш организм максимально напитывался всеми витаминами и микроэлементами чтобы гармонично развивание да мы говорим не о диетах мы говорим именно о разнообразном питании да конечно диеты я считаю что это ну не совсем правильно потому что это такой жесткий стресс для организма я иногда практикую суточное голодание на воде это такой называется период и кадыши 11 и 26 лунные сутки но если допустим вы никогда не практиковали не стоит сюда доходить на воду сразу да если вы никогда не практиковали просто уберите из рациона в этот день мясные продукты все все животные это достаточно этого будет достаточно такой разгрузочный до быть на овощах фруктах и с этого я и начинала потом у меня в процессе организм отказался от мяса это все вот именно накопительный эффект затем он отказался у меня от алкоголя потом я просто возненавидела фастфуд даже запах его не могу переносить потому что я знаю как он вредит нашему организму тем более подрастающему ну да и седьмое конечно же физическая активность активность без нее никуда как минимум каждое утро должна быть зарядка даже вот в самом слове зарядка кроется ответ для чего она нужна мы подзаряжаем свою биологическую машину для того чтобы у нее была жизненная энергия на воплощение планов на этот день вот я даже я даже сформулировала что человек это совершенная биологическая машина которая может как сама восстанавливаться так и саморазрушаться и эти процессы регулирует сам человек то есть мы с вами мы с вами если захотим будем здоровыми захотим будем счастливыми а нет тогда и суда нет ну убедительно да хорошо скажите вот движение звездный десант родилось в 2015 году вы рассказывали о том что сподвигло вас на это история которая называется гонка героев вы поучаствовали в этом движении многие не знают и я честно говоря впервые после того как почитал впервые столкнулся с этим прочитал что это такое расскажите нашим телезрителям что такое гонка героев что сподвигло вас на создание проекта звездный десант да это можно сказать такая киношная история которую я всегда рассказываю это главный вопрос который мне всегда задают в 2014 году я приняла участие в спортивно-патриотическом военном мероприятии это гонка героев полоса препятствий много различных таких сложных участков которые нужно пройти не просто так а еще и под канонаду холостых зарядов военной техники но если люди не знают как звучит холостая артиллерия можно подумать что это идут боевые действия но она не отличается ничем на самом деле мне было очень страшно не по себе и так как это было вообще первое мероприятие мандрашную перед стартом был серьезный и вот в тот момент когда я проползала под танком было очень много грязи воды и он стреляет еще в этот момент я же говорю это киношная история звон в ушах практически белый шум и вот этот момент он настолько сильно на меня повлиял и вот я считаю что это катарсис моей жизни знаете вот перевоплощение после того как я выползла из-под танка оно начало прямо трансформироваться мое пространство это командная игра это командная игра 20 человек должны вместе пройти все испытания самого слабого естественно нужно тащить за собой к так это и было и на финише была настоящая эйфория вот тогда я полюбила бег вот с того момента все в моей жизни изменилось да благодаря гонке героев и уже весной 2015 года я решила что было бы здорово пробежать еще раз гонку героев но уже со своими известными друзьями для того чтобы подсветить можно сказать эти мероприятия сделать их более популярными показать что россия это спортивная держава именно вот собственным примером я рассказала своим известным друзьям позвонила диме булыкину футболисту эльдару кинкерли чемпион россии по рукопашному бою ивану грешанову актеру они приняли эту идею тоже на уран сказали классная до инициатива давайте развивать и уже они начали приглашать своих известных друзей эльдар кинкерли пригласил сергея харитонова дмитрий булыкина евгения алдонина иван грешанов других наших известных актеров театра и кино и вот таким образом у нас собралось 20 человек которые дальше уже побежали гонку героев но перед гонкой героев мы уже прошли несколько таких тренировочных испытаний мы приняли участие в первой гонке гто в зеленограде она сюда пригласила батуха сиков познакомил нас с кириллом щитовым депутатом мосгордумы как раз таки он председатель комиссии по спорту и молодежной политики это вот именно наше направление и с того момента мы подружились и начали принимать участие во всех мероприятиях которые проводил кирилл я его даже называю крестным отцом нашей команды теперь понятно откуда взялось название звездный десант собственно приглашали достаточно известных людей чтобы популяризировать спорт да и здоровый образ жизни хорошо за эти годы как-то поменялся состав звездного десанта до костяк остались на есть тот костяк который я уже озвучила приходили и уходили некоторые люди ну просто иногда бывает не совпадают наши интересы поэтому расходимся дружески команда разрастается сейчас у нас уже более 100 человек ох ты да и не только в москве у нас есть представители в южно-сахалинске якутске новосибирске барнауле екатеринбурге перми казани в воронеже волгограде краснодаре сочи гильжике вот это да но прекрасно самом деле над какими проектами сейчас работает звездный десант мы сейчас работаем над проектом экоцентр места силы это вот такое место где будут собираться люди которые стремятся к здоровому образу жизни обязательно там будут площадки для занятий спорта это панорамные виды мы будем там заниматься йогой или какие-нибудь единоборствами неважно любая физическая активность которая помогает развивается и тело и душу обязательно будут уличные направления это туристические походы если это в горах будет располагаться если на море то водные виды спорта там обязательно будет банный комплекс для оздоровительных процедур кафе здорового питания которым я уже вам говорю да потому что питание это строительный материал нашего тела и он должен быть качественным чтобы наши наш дом не развалился до к 50 годам там обязательно будут различные мотивационные встречи как я уже говорила тоже с авторитетными экспертами которые будут делиться своим жизненным опытом а эта история привязана к какой-то локации или тоже будет масштабироваться по всей стране конечно будет масштабироваться но первый экоцентр мы хотим построить здесь в горах красной поляны второй уже на побережье в сириусе и эта идея она как раз таки пришла во время пандемии и вот накапливается как говорят идеи нужно дать постоять как тесту набраться силы я думаю что мы уже готовы для того чтобы его реализовать вы говорите о том что здоровый образ жизни зиждется на трех китах значит физическая активность здоровое питание и духовное саморазвитие если человек начнет обращать на это внимание и заниматься этим как быстро он может изменить себя сколько времени нужно организму чтобы перестроиться но трансформации начинается в человеческом организме спустя 40 дней но это даже всех святых писаниях описывается потому что как раз таки через 40 дней начинается вот трансформация если вы от чего-то отказываетесь то после прошествия как раз таки этого времени вам уже это не нужно не хочется вы уже видите эти изменения и получаете вот такой знаете заряд бодрости можно сказать задор и вы не хотите уже прекращать открывается некое второе дыхание скорее всего есть такая шутка бытует что здоровым образом жизни занимаются те у кого нет уже здоровья заниматься нездоровым образом жизни а если серьезно скажите мне в каком возрасте есть точка невозврата или через человеческий организм способен восстановиться в любом я считаю что человеческий организм может восстановиться в любом возрасте просто зависимости от тяжести заболевания и возраста это делать не то чтобы сложнее а понадобится больше времени больше усилий и внутренних и физически чем старше человек им позже начинает тем тяжелее дается ну как бы как и во всем как в любой профессии в обучении и так даме скажите вы родились выросли в москве а теперь насколько я знаю очень часто даже практически перебрались в сочи почему вообще я родилась в ставропольском крае а потом с семьей мы переехали уже в москву с мамой с братом сестрой и вот с 2000 года мы как раз таки проживали в москве я считаю это своей второй родиной потому что я в москве прожила больше чем на своей малой родине но когда началась пандемия мы оказались в этом прекрасном месте заточенными мы думали что на месяц оказалось что на 3 это прекрасное стечение обстоятельств способствовало тому что мы приняли решение здесь остаться прекрасно мы конечно же бываем в москве по каким-то своим делам или как я это называю нестерпимым желанием внутренним побывать дома как раз таки вот через пару дней я как раз таки полечу в Москву хорошо скажите пожалуйста как наши телезрители могут присоединиться к проектам звездного десанта как спортивным так и каким-то экологическим где мы об этом можем узнать почитать у нас не только спортивные мероприятия мы проводим экологические акции убираем мусор в парках на берегу моря на берегу реки или просто в лесу мы сажаем деревья на месте сгоревшего леса сажали в красноярске в тюмени в подмосковье у нас есть благотворительные мероприятия мы ездим в детские дома с какими-то тоже показательными выступлениям мастер-классами или мотивационными встречами мы проводим тоже образовательные когда рассказываем о своем жизненном опыте к нашим мероприятиям могут присоединиться все желающие можно заходить на наш сайт звездный десант либо на страничку вконтакте команды социальный проект команда звездный десант и там есть информация конечно да и по городам тоже у нас там информация анонсы и пост релизы мы рассказываем о том что мы провели скажите после вот стольких лет во-первых активной физической работы над собой да потому все таки вас активная общественная деятельность как вы себя сами ощущаете вы добились того чего хотели и какие советы вы можете дать тем людям которые только становятся на этот два вопроса в одном нет предела совершенства скоро это тоже это тоже описано в зож пособие но я сейчас лучше себя чувствую чем 20 лет назад я и внешне стало привлекательнее и внутренне ощущение себя намного лучше и счастливее можно сказать у меня даже вот здесь есть картинка как я показываю свои трансформации спустя 20 лет это мы сейчас полистая крупненько на газе один год и 41 год браво добро хорошо и какие советы мы дадим тем кто стал на этот путь не останавливаться на достигнутом если вы чего-то хотите добиться сложно бывает да берите перерыв тайм-аут и дальше с новыми силами отправляйтесь за своей мечтой когда у вас внутренние правильные благие намеренные благие намерения тогда вселенная вам помогает это тоже на своем примере все испытано бывают такие волшебные обстоятельства складываются таким образом что ты просто не понимаешь как так могло произойти а это случается спасибо огромное слушайте сердцем и следуйте за мечтой спасибо огромное сегодня с нами была злата чапурная ведите здоровый образ жизни и вам воздастся спасибо благодарю спасибо 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 Продолжение следует...